Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе, Слышу голос и вонящая дорога. Пойдём дальше. Вот ещё вот такие вопросы, я люблю. Это прямо праздник на душаина. Валерий Константинович, в этом году у меня плодоносили яблонь из ваших семечек. Посадки 2013 года. Когда же вы успели-то? В моей яблочке в 2013 году. Летняя, с невероятно вкусным ароматом, до 50 грамм. Ну, понятно, у меня таких мелких не было, Значит, оно уменьшилось в размере, будучи сеянцем. И вторая, осенняя, срок созревания. Так. Вишня войлочная, 4-й год от посадки косточки, 2 литра вишни. На 4-й год от посадки косточки. Почти рекорд. То есть, раньше уже не может быть. Всё-таки тоже сеянец. Но на 4-й год 2 литра вишни. Ну, что я скажу? Ну, волшебница, Инна. А луча из ваших костей плодоносила. Ну, понятно, если 11-го года что-то брали. И это все 60-е... Йо! Север Волгодской области. Вот это я вам скажу, да! Вот это да! Вот куда вас занесло там. 100% корнесобственные. Я очень удивлен, а где расщепление? Почему из других, не из ваших, дички растут? Нет, приятно, что из других дички растут, а уже из других дички не растут. А где расщепление? Ну, вы, конечно, что удивляться? Вот это... Я постоянно вспоминаю в таких случаях этот, как сказать, анекдот. Там все тот же волк идет, весь перебинтованный на костылях. Его спрашивают. Че, волк, да что случилось-то? Да я за зайцем гнался. Да ты что? А почему весь перебинтованный? А зайц самбистом оказался. Так вот я тут самый волк, а вы тут самбист. Вы уже знаете, что такое расщепление. Вот. Вы получили, не имея ни одной прививки, вы получили прекрасный результат. У вас теперь яблочки свои есть, вишня волочная есть, а вы чай есть, плодоносила, так нет, что-то еще. И вот я хотел сказать, расщепление все-таки присутствует. Я вам не мог 50-граммовых плодов выслать семена. Ну, с 200-граммовых мог, с 300-500. Но 50 грамм, это компромисс. Вы пишите, невероятно вкусным, так, ароматом. Вот. Летние. То есть, получается, что же это было-то? Жаль, что фотографий нет. Расщепление состоялось. Но 50 грамм, помните, это самое, у Чернобаева, я сам-то не занимаюсь такими вещами, а Чернобаев тоже 50-грамм вырастил, а они еще и вкусные оказались. Удивительное дело, да? А должны-то быть привиты на Сибирке по Мичурину. Извините, дикарями должны быть. Вот пример с этим. С Антоновкой стал классиком. А потом взял вывод. По двое. Дикарь, значит, берем крупное, вкусное, садим семечко и получаем дикаря. Так, Инна, вы что против Мичурина пошли? В чем дело? Тоже наглость потеряли? Ладно, я сегодня немножко шучу. Там впереди мой праздник. Вот. Теперь дальше пойдем. Где фото? Это мой вопрос, но он уже риторический. Спасибо. Спасибо.